Впервые в истории в боевое самбо включили и представительность прекрасного пола вместо подиума – татами, где девушки показывают мастерство боя и борьбы. Первая дисциплина пройдена, и победу одержала Нурила Асанхаза из Туркестана. Несмотря на полученные травмы, она не уступила сопернице, а победу посвятила родителям. Я очень рада. Моя победа посвящена родителям. Всем спасибо, кто за меня болел. Удачи всем. За звание лучшего боролись спортсмены из 80 стран. Спортсмены из Туркестанской области показали отличные результаты, говорят тренеры. И это только начало. В общем командном зачете Казахстан завоевал три золотые, пять бронзовых и девять серебряных медалей, заняв второе место в командном зачете. Туркестанская область внесла большой вклад в этот успех. Из Туркестана участвовало четыре спортсменки, и одна из них заняла первое место. Нурила Асанхаза победила в категории свыше 80 килограммов. Также наша спортсменка Олбосен заняла третье место в категории до 80 килограммов. В своем послании глава государства несколько раз отмечал развитие спорта. На местах власти должны уделять большое внимание спорту. Только тогда будут победы на мировых пьедесталах. Как вы знаете, я уделяю повышенное внимание развитию массового спорта. Без этого невозможно добиться цели воспитания здоровья молодежи и укрепления здоровья всей нации. Недавно на встрече с участниками Олимпийских игр я сформулировал ключевые задачи и приоритеты в сфере спорта. Полагаю, что назрела необходимость обновлений законодательства в этой области. Впереди у спортсменов длительные тренировки и подготовка к соревнованию по всему миру. Показать мастерство борьбы казахстанцы смогут, считают тренеры. Дело за малым – одержать победу.